IPO в Уж. Стоит ли участвовать? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. IPO компании Уж мы с вами сегодня обсудим. Я закидывал несколько дней назад вопрос, интересно ли вам эта тема, и этот вопрос набрал много ответов, несколько комментариев и много лайков. Например, на YouTube 17 было лайков, во Вконтакте вообще более сотни лайков было на этой теме. Я традиционно благодарю всех, кто проявляет активность в нашем сообществе, ставит лайки, пишет комментарии с точками зрения, с пожеланиями по темам видео. Это помогает понять, какие темы для вас интересны. И увидев более сотни лайков у запроса на разбор IPO компании Уж, я понял, что запрос нужно удовлетворить, ну и видео записать. Итак, стратегическая задача этого видео, рассказать вам, буду ли я участвовать в этом IPO, и дать аргументацию, почему. Итак, по таймингу, старт торгов запланирован на 14 декабря, то есть послезавтра. Дедлайн подачи заявок по IPO завтра, 13 декабря, в середине дня. Во сколько конкретно зависит от брокера, в частности у Финамы это 14.40 по московскому времени, у Тинькоу, по-моему, 2 часа дня по московскому времени. В общем, конкретное время закрытия подачи заявок зависит от брокера. Ну и мы с вами сейчас обсудим, стоит ли участвовать или не стоит участвовать в этом размещении. Значит, когда мы участвуем в IPO, мы с вами принимаем решение, покупать какие-то акции или нет, поэтому надо проанализировать эти акции. Ну и начать нужно, конечно, с цены акций, то есть по какой цене будет проводиться IPO. Если вы проходили у нас курсы по инвестициям, то напомню, если не проходили, то расскажу, что когда компания объявляет дату IPO, они сначала говорят диапазон цены размещения по акциям. И у компании WUSH этот диапазон составлял 185-225 рублей. Накануне старта торгов обычно определяется финальная цена. Но вот что интересно, сегодня, не накануне, а еще за два дня до старта торгов, компания, ну буквально пару часов назад, объявила, что они ориентируются на цену в 185 рублей за акцию. То есть по нижнему диапазону составляет вот эта ориентировочная цена. И вот здесь первое важное наблюдение. Компания планирует разместиться по нижней границе ценового диапазона. Как мы это интерпретируем? Если есть диапазон 185-225 и по нижней границе размещается компания, значит, наверное, они не набрали настолько много заявок, насколько хотели. Если было много, они бы разместились по верхней границе или хотя бы по серединке диапазона, или даже выше верхней границы. Такое тоже бывает. По нижней границе, значит, не супер какой-то, то есть не фонтан спрос на вот эти акции. Это первый вывод. Второй вывод. Мы с вами можем посчитать не примерную капитализацию. Когда у вас диапазон цены, вы можете посчитать диапазон капитализации. Когда у вас есть четкая цена, вы можете посчитать четкую капитализацию. Она составит 20,6 миллиарда рублей. По такой капитализации мы можем с вами купить или не купить акции компании «Уж». Давайте теперь поймем, это дешево или дорого. Для этого давайте обратимся к финансовым показателям компании. Здесь пользуемся их информацией. У них есть и презентация, и сайт, и раздел для инвесторов. Вот. Чему равна текущая годовая прибыль компании? За 9 месяцев 2022 года миллиард 632 миллиона. Может показаться, что это за 9 месяцев, значит, за весь год будет больше. То есть еще надо прибыль четвертого квартала добавить. Вроде да, но дело в том, что у компании «Уж», вообще на всякий случай, да, занимаются они арендой электросамокатов. Ну, называют они это кикшерингом, переводя это на более простой русский язык, это аренда электросамокатов. Так вот, бизнес очень сезонный. И зима, вот когда уже снег, это для электросамокатов мертвый сезон, потому что, по сути, ну, на них ездить невозможно. И очень хорошо видно, что, например, четвертый квартал прошлого 2021 года для них был даже убыточным. Вот смотрите, за 9 месяцев 2021 года их прибыль составила миллиард 806, а за полный 2021 год миллиард 796, то есть на 10 миллионов меньше. То есть у них убыток за четвертый квартал прошлого года был 10 миллионов рублей. Наверняка и в этом году тоже будет какой-то убыток за четвертый квартал, а не прибыль. Прибыль они наверняка ключевую получают в районе лета, самый, так сказать, вот жаркий сезон и по погоде, и для электросамокатов. Вот, но за четвертый квартал, скорее всего, тоже будет какой-то мелкий убыток. Поэтому можем считать, что годовая прибыль будет примерно миллиард 600 миллионов. Итак, сопоставляем два числа, капитализация 26, прибыль 1,6. Значит, считаем коэффициент P, делим одно на другое и получаем, что компания оценивается примерно в 13 годовых прибыли. Это следующий важный момент, который мы с вами запомним. Дорого или дешево 13 годовых прибыли для российского рынка акций. Ну вот, кстати, когда я думал, записывать этот обзор или нет, я сначала подумал, ну, наверное, до меня уже есть миллион обзоров в компании Уж, и не надо делать еще плюс один. На самом деле, если посмотреть эти обзоры, вы увидите, что, в общем, не все из них интересны для прочтения, потому что, например, финамовский обзор, вот этот длинный финамовский обзор. Но если прочитать, они сравнивают мультипликаторы компании Уж с средними мультипликаторами глобальной транспортной индустрии. То есть, товарищи в финаме аналитики на полном серьезе сравнивают российскую компанию и ее мультипликаторы с зарубежными компаниями и их мультипликаторами. Ну, только улыбку это может вызвать. Вот, и поэтому эти товарищи могут сказать, что текущий мультипликатор 13 дешево, вот, да, компания может там вырасти чуть ли не втрое. Вот, но в реальности, конечно, если мы оценим российский бизнес, то оценка в 13 годовых прибыли это высокая оценка для российского бизнеса. Потому что большинство российских компаний торгуются в 5-10 годовых прибыли и это, конечно, да, 13, это, конечно, выше диапазона, выше средних российских мультипликаторов. Ну, наверное, где-то раза в 2 на текущий момент. Однако здесь может возникнуть следующий комментарий, да. Компания уж является, в отличие от многих российских компаний, не устоявшейся компанией, которая не растет или даже, как некоторые бизнесы в этом году, падает. Нет, компания уж является компанией растущей. Вот, в частности, они, ну, вот, на передовой, да, то есть на первых страницах своего сайта показывают, что у них сильный рост. В частности, по числу самокатов они за год выросли в 2 раза, по числу пользователей почти в 2 раза, по выручке на 70%. Ну, и, грубо говоря, если, вот, экстраполировать, да, например, в 13 годовых прибыли сейчас, и они где-то вырастут на 70% или на 100% в следующем году, то тогда по прибыли это уже будут более разумные оценки. Там будет 7, 8, 9 годовых прибыли, это уже нормальные оценки для бизнеса. Если 2 года подряд так будут расти, то вообще будет очень низкая оценка. Ну, и надо, так сказать, здесь участвовать. Ну, в частности, там, финамовские аналитики примерно к таким выводам и приходят. Но не все так просто. Дело в том, что, если мы с вами посмотрим на динамику прибыли, то увидим, что прибыль в 22 году меньше, чем в 21. Было 1,8, в 21 стало 1,6 по итогам первых 9 месяцев. Там есть еще один подводный камень, сейчас про него поговорим. Пока что давайте обсудим дивиденды у компаний УЖ. Вообще, у компаний, которые показывают рост на 80%, по выручке, на 100% по пользователям, чаще всего дивидендов нет. Они просто реинвестируют все деньги в рост. У компаний УЖ ситуация другая. Они нашли возможность платить дивиденды. У них есть дивидендная политика. Они у нее в своей презентации для инвесторов ее излагают. Ну, тут говорят 25-50% чистой прибыли. Вот, ну, более конкретно, более точно. У них в файле дивидендная политика, акционерное общество в УЖ-холдинг описано. Говорится, что если соотношение чистый долг и беда не более полутора, то не менее 50% прибыли. Если не более полутора, то 25% прибыли, более 200, но вообще дивиденды не выплачивают. Если посмотреть ориентир по их EBD в этом году и по чистому долгу, то этот коэффициент составляет менее единицы и уж тем более менее полутора. Поэтому есть основания полагать, что они могут платить половину прибыли в виде дивидендов. И не просто основания полагать. Они уже в этом году заплатили дивиденды за прошлый год. В конце августа был анонс, где они сказали, что миллиард рублей направляется на дивиденды. При этом они в 2021 году заработали миллиард 800, то есть направив миллиард на дивиденды, они направили даже более половины прибыли, примерно 55% прибыли направили на дивиденды, то есть больше 50%. Здесь, однако, возникает следующий, ну так скажем, интересный вопрос. Дело в том, что есть интервью основателя компании от начала августа, вот это интервью, где он рассказывает, как они прошли кризис. В частности, они до зимы хотели открываться за рубежом и там, да, так сказать, запускать свой сервис. После этого поняли, что шансов особо нет, продали зарубежное, так сказать, подразделение. Вот, ну и здесь, когда вот, так сказать, наступил кризис этого года, они сказали, не то что Европа, нам бы в России выжить. Довольно интересно, что в начале августа публикуется интервью со словами основателя «Нам бы в России выжить», в конце того же месяца компания решает выплатить рекордные в истории дивиденды в миллиард рублей. Ну, возникает вопрос, то ли они летом такой, так вот, какой-то сделали кульбит и стали такими прибыльными, стали на ноги и поняли, что все хорошо, или здесь есть какие-то недоговорки. Ну, в общем, это такой вопрос открыт. А мы с вами идем дальше. И вот один из аргументов, да, участия в IPO, в частности во многих обзорах брокеров в основном, в том, что компания быстро растет, там, да, вот по пользователям, по самокатам, по всем таким вещам, и могут они в будущем где-то стать прибыльными. Но вопрос «Смогут ли?» Давайте копнем чуть глубже в то, как растут показатели компании. Не только те, которые они нам показывают на, так сказать, первых страницах, там, презентации своего сайта, а давайте посмотрим на, так сказать, все показатели. И вот в их презентации на 11-м слайде есть следующий интересный момент. Они говорят, что у них подтвержденная модель внушительного роста бизнеса, исторически высокая рентабельность. И вот здесь один маленький момент очень сильно бросается в глаза. Вроде как, да, выручка на 70% растет, ну, собственно, там, количество поездок растет, в общем, все растет и растет очень быстро, в полтора-два раза за этот год. Но посмотрите, что у них EBITDA выросла в этом году на 30%. Была 2,5 миллиарда, стало 3,2 миллиарда. И вот здесь есть следующий интересный момент. Если сопоставить информацию, которую мы с вами обсудили в предыдущие две минуты. Мы с вами видим, что EBITDA выросла на 30%, но при этом мы с вами видели, что прибыль за 9 месяцев у них примерно на 10% упала. Как так сочетается, что EBITDA выросла, а прибыль упала? Вот здесь надо разобраться подробнее. Ну, конечно, мы с вами должны вспомнить, да, чем EBITDA отличается от чистой прибыли. EBITDA расшифровывается как Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. Вот, то есть это прибыль до уплаты налогов, амортизации процентов по займу. И вот если копнуть еще глубже и уже прийти на уровень их финансовой отчетности, да, то есть вот, значит, перед нами консолидированная финансовая отчетность по МСФО компании, мы с вами открываем седьмую страницу, то вот здесь мы с вами, да, видя показатели за 9 месяцев, начинаем понимать, в чем собака, то есть где собака зарыла. Дело в том, что у них очень сильно выросли затраты на амортизацию. То есть статья по амортизации, первая, выросла довольно сильно, выросла примерно на 400 миллионов, да, и у них, кроме того, еще выросли уплаченные проценты, то есть, да, сколько они платят по займу. Вот здесь есть следующий важный момент, да, у компании EBITDA год к году, давайте с вами еще раз откроем вот этот график, EBITDA выросла на 700 миллионов за год, да, то есть на 30 процентов, но прибыль при этом упала, то есть значит, что вот в этом, так сказать, да, в этом районе, в районе тех самых процентов амортизации и зарыто вот эти, зарыты вот эти вот дополнительные расходы, которые при росте EBITDA укатали вниз прибыль. Вот эти, там, плюс 30, минус 10, 40 процентов, да, вот эти недостающие 40 процентов, да, но вот эти недостающие, получается, тут 700, прибыль у них упала на 200, ну, примерно, примерно 900 миллиардов рублей недополученной прибыли. И заключается это, ну, в первую очередь, конечно, в росте амортизации, ну, и в росте долговой нагрузки, по которой они платят проценты. Давайте разберемся с долговой нагрузкой. Чистый долг у них превышает 3 миллиарда рублей. При этом размер чистого долга у них подрос, да, вот, например, в 20-м году был миллиард, в 21-м был 2 с лишним, сейчас подрос до 3 с лишним миллиардов рублей. За счет чего рос долг у компаний? В том числе, за счет того, что они размещали облигации, в том числе облигации на московской бирже. И получается, что они разместили облигации, но при этом платили дивиденды. И вот здесь получается следующий, ну, такой диссонанс, следующее нисхождение. Компания увеличивала долговую нагрузку, увеличила за год примерно на миллиард, одновременно заплатив дивиденды в размере миллиарда рублей. Возникает вопрос, зачем компании платить дивиденды и одновременно выпускать облигации? При этом обратите внимание, что облигации у них торгуются, ну, в такую солидную доходность, да, там порядка 12%, то есть компания, занимая деньги, не сказать, чтобы дешево, это не какой-нибудь льготный займ под 5%, да, который можно, так сказать, выбирать по полной программе, брать еще больше и больше, потому что вам дешево дают деньги. Нет, это вполне себе, ну, такие дорогие деньги, да, если у вас там под 12% привлекаются деньги, и у вас долговая нагрузка уже сейчас превышает, вот мы с вами здесь смотрели, на 3 миллиарда рублей, но вы можете посчитать, что их ежегодные проценты по займам будут вести счет на сотни миллионов рублей. При этом деньги, которые они сейчас привлекают на IPO, если бы они сказали, что они на гашение долга направляют, окей, одна история, есть о чем поговорить, они снижают свои будущие процентные платежи. Но нет, они их не будут направлять на гашение долга, они их будут направлять на экспансию, то есть долг останется, проценты по долгу останутся, и, опять же, при высокой ебеде они будут съедать часть чистой прибыли. Второй момент в том, что у них амортизация довольно большая, и есть такое подозрение, что компания именно здесь, в амортизации, амортизации прячет, ну, скажем, не такую высокую рентабельность, какую им хотелось бы показать, а они прячут как раз большие расходы. В чем может быть амортизация в случае бизнеса с электросамокатами? Ну, наверное, амортизация самих электросамокатов, потому что компания муж их покупает, то есть они принадлежат самой компании. И, вероятно, эти самокаты выходят из строя, требуют ремонта, ну, и так далее, и так далее, списывая вот эти большие деньги на амортизацию. И получается, что у них количество электросамокатов, да, выросло где-то в два раза, и при этом расходы на амортизацию выросли тоже почти в два раза. Получается, что масштабирование, ну, так себе, да, и из-за роста амортизации у них получается снижение в итоге чистой прибыли, да, то есть супер рост по размеру бизнеса, рост ебеды небольшой, всего лишь 30%, когда у вас там число пользователей выросло в два раза, ебеда выросла лишь на 30%, это небольшой рост, а чистая прибыль и вовсе снижается, потому что приходится еще в амортизации большие деньги списывать. Вот в этом ключевая проблема данного бизнеса. Следующий момент. Компания планирует не оптимизировать текущий бизнес, скажем, да, снизить долговую нагрузку, скажем, поработать как-то с самокатами, снизить амортизацию, ну, я не знаю, как, ну, то есть оптимизировать штат электросамокатов. Нет, они планируют еще больше увеличивать парк самокатов, то есть покупать еще больше самокатов, увеличивать географию присутствия, то есть, да, покупать больше самокатов, например, в Москве, в Питере, где они уже есть, и в других регионах, куда они будут постепенно выходить. Как следствие, у них, опять же, и амортизация станет подрастать, учитывая и увеличение размера долга, и размер долга тоже может подрастать. И следующий важный момент. Если посмотреть на количество пользователей, то видно, что экстраполировать вот этот рост плюс 70% по выручке и плюс 100% по самокатам и по пользователям в будущем будет сложнее. Почему? Потому что когда они начинали, и у них было там 200 тысяч пользователей, понятно, что можно вырасти там до миллиона, до нескольких. Но дальше они росли. 200 тысяч, миллион 600, 6 миллионов, теперь уже 11 с лишним миллионов. Куда расти дальше в плане числа пользователей? Неужели они смогут вырасти до 22 миллионов пользователей в следующем году? Я в этом сильно сомневаюсь. Они упрутся в потолок пользователей, более того, может быть, уже сейчас они в потолок постепенно утыкаются. Почему? Потому что они же не единственный сервис по электросамокатам. Вот здесь есть одна из угроз для компании, это то, что, например, есть другие сервисы, есть, например, компания Urent, но более важно, что Яндекс тоже выходит на эту поляну. Пока что ВУЖ позиционирует себя как лидеры рынка, да, там по общему количеству там поездок, выручки, всех других вещей. Но когда вы видите конкурента в лице Яндекса, который имеет огромную аудиторию уже, ну, например, пользователей такси, и они могут в эту огромную аудиторию добавить еще аренду электросамокатов, то вам нужно беспокоиться не только про ваш будущий рост, но и про то, не съедят ли у вас долю рынка. Поэтому рост компании УЖ вполне вероятно станет замедляться. А мы с вами видим, что они даже при текущем росте начинают терять в прибыльности. Прибыль упала, ебеда выросла, но из-за амортизации прибыль упала. Они просто в амортизацию, ну, вот так вот списали часть затрат, чтобы ебеда у них как бы выросла, но прибыль, затраты и прибыль у них, затраты выросли, прибыль при этом упала. Следующий интересный момент. Есть еще регуляторные риски. Дело в том, что электросамокаты, особенно в этом году, ну, в общем, хотят, захотели, государство захотело регулировать. В частности, ну, вот история про, там, да, какие-то ДТП с самокатами навели на мысль, что надо, так сказать, какие-то ограничения делать. Пока что ограничения, про которые шла речь осенью, по словам, собственно, компании, ну, там, в том числе ВУШа, не особо как-то повлияют на их бизнес, но это пока что. Следующий сезон для электросамокатов начнется весной, и кто знает, не будет ли каких-то новых ограничений под вот этот сезон. Следующий интересный момент. Дело в том, что у компании горячий сезон – это лето, но после лета была осень. А осенью был очень интересный момент и событие, связанное с тем, что из России уехало, ну, относительно большое количество граждан. При этом есть подозрение, что именно тех, которые часто пользуются электросамокатами, да. Ну, скажем так, я вот не видел ни разу человека, которому было бы, там, лет 60, который ехал бы на электросамокате. Ну, или, по крайней мере, такое бывает очень редко. Основная аудитория, там, 20, 30, ну, может быть, 40 лет. И как раз, если вы посмотрите структуру тех, кто осенью уехал из России, то это довольно большая прослойка населения именно в этом возрасте. Уехали осенью, и пока что непонятно, как сильно это ударит по спросу в следующем году. Ну, и, наконец, еще один момент. Компания размещается на московской бирже. Если бы эта компания, компания УЖ, размещалась бы на американских биржах, ну, так сказать, в спокойное время, например, в каком-нибудь 2021 году, 2019, 2018, 2012, 2013, то тогда к этой компании был бы большой интерес институциональных инвесторов и крупных фондов. Почему? Потому что молодая растущая компания с большими темпами роста, и кто-то, может быть, туда отправит какой-то капитал, как долгосрочную инвестицию. А вот они станут каким-то лидером рынка. Может, они там с Яндексом когда-нибудь будут конкурировать, там, на рынок такси выйдут как-нибудь. Ну, то есть, как-то будут завоевывать рынок. Но сейчас проблема в том, что они выходят на московскую биржу, а на московской бирже сейчас подавляющее большинство сделок проводятся частыми инвесторами. И проблема в том, что сейчас это IPO, разрекламировали брокеры как только могли, в том числе через, там, забавные сравнения с зарубежными мультипликаторами, как могли разрекламировали. Компания размещается по нижней границе диапазона, то есть, видно, что супергорячего спроса они не нашли. И тогда возникает вопрос, а после старта торгов кто будет покупать эти акции? И я, ну вот, особо как-то не смог найти ответа на этот вопрос. Именно поэтому я думаю, что, ну, я принял решение не участвовать в этом размещении. Думаю, что после IPO мы еще увидим какой-то нырок бумаг вниз. И сложилось впечатление при анализе компании, что компания выходит на IPO в идеальный для себя момент, то есть, они стараются прямо на самом пике рынка, ну, из своего развития выйти. Когда у них все еще высокие темпы роста, но дальше они будут постепенно пробуксовать. На самом деле, для оценки компании часто именно этот момент является пиковым в оценке. Быстро растут, прибыль есть, все растет, потом постепенно они выходят на плато, то есть, постепенно перестают расти, затем в какой-то момент может начать происходить какая-то стагнация. Вот здесь, видимо, они ловят момент для выхода на IPO, потому что, если вы посмотрите на то, как они хотели выйти на биржу, они, во-первых, заявили ранее в этом году о том, что хотят на IPO. Это странное желание, знаете ли, в этом году не самый богатый, не самый активный инвестиционный рынок. Зачем так торопиться? Они хотели сначала выйти на IPO при намного более высокой оценке. В частности, минимум 30 миллиардов рублей хотели капитализацию, а сейчас, видите, согласились на 20 с небольшим. Хотели привлечь 8-10 миллиардов рублей, сейчас привлекут лишь 2 с небольшим миллиарда рублей, если все пройдет хорошо. То есть, они соглашаются на в полтора раза меньшую оценку компании, видно, что как-то торопятся. И у меня есть такое плохое предчувствие, что они пытаются проскочить, выскочить на биржу, может быть, затем какие-то акции собственники продадут и снизят долю в бизнесе, которые откэшатся на верхах, на самом пике развития бизнеса, который затем перейдет на стадию плато, ну и будет где-то болтаться на месте. Но мы с вами знаем, что для растущей компании 13 годовых прибыли может быть норм. Для болтающегося на месте бизнеса это довольно высокая оценка, от которой он может легко, ну скажем, раза в полтора упасть. Посмотрим, что будет на старте торгов. Я не подавал заявку на это IPO и не планирую подавать. Как поступить вам это на ваше усмотрение и ваше инвестиционное решение, участвовать или нет. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик всячески приветствуются. Желаю вам успешных инвестиций.